У нас в гостях, точнее, как в гостях, в студии, Евгений Захаров, шеф-редактор открытого канала. Виделись? Я думаю, не будем здороваться. Поговорим сегодня, давайте в первую очередь, о открытом канале как таковом, потому что у нас Новый год вещаний сегодня начался. Что ждать зрителям? Может быть, чего-то не будет, что-то будет новым? Самое главное, что мы продолжаем работу. В общем-то, продолжаем наш эфир по намеченным планам. В принципе, все те передачи, которые у нас выходили, они остаются в сетке. И в Новом году зрители увидят и репост, и людей дела, и чисто культурный четверг. Я думаю, что добавятся некоторые новые проекты уже в ближайшие недели. Новая программа у нас планируется. И несколько новых идей сейчас обрабатывается. И мы надеемся, что в течение января, может быть, в начале февраля, опять-таки, новые программы, новые проекты зрители смогут увидеть уже в трансляциях. Вот какой-нибудь пример. Ну, во-первых, мы давно уже замыслили такую передачу, скажем так, иронико-политическую, да, политическую, но с ироническим подтекстом, которую у нас разрабатывают два главных редактора. Главный редактор газеты «Недель в Саратове» и главный редактор информационного агентства «Свободные новости». Но вот давно они обещают эту программу приготовить. Я думаю, что после сегодняшних моих слов им уже деваться будет некуда. Кроме того, вот, собственно, мы довольно-таки много обсуждали о том, какова роль может быть нашего канала в общественной среде Саратова. Мы подумали о том, что нам нужно, в общем-то, больше рассказывать о таких вещах, которые сегодняшним людям, в том числе жителям Саратова, не очень известны. В том числе молодым жителям Саратова или, скажем так, вот, среднего возраста. Скажем, у нас мало кто уже теперь из ныне живущих людей среднего возраста жил в осознанном состоянии в СССР. И напомнить о том, какие абсурдные вещи творились в Советском Союзе, я думаю, совсем не помешало бы для того, чтобы не создавался такой миф о том, что в Советском Союзе все было благостно, все было очень хорошо, и колбаса была там по 2,20, а водка тоже совсем недорогая. Ну и так далее. То есть, вот такой проект сейчас оформляется, мы думаем, что нечто подобное мы тоже сделаем. Он говорит, что это был бэк, бэк, инзи, и СССР. Колбаса по 2,20 сейчас тоже может быть, только надо в евро считать или в доллар. Ну да. Потому что уже 2,20. Скоро да. Итоги все-таки вот тех двух месяцев вещания, которые были у нас в 2014 году. Что удалось, что не удалось, и есть ли способ исправиться, если где-то ошиблись? Ну, самое главное, удалось начать работу. И вот ежедневный часовой эфир, пусть и по будним дням, исключая выходные, это достаточно серьезная такая работа, довольно-таки большой команды, сплоченный. Вообще прямой эфир для Саратова – это вещь не очень, так скажем, привычная для саратовского телевидения. Не так много у нас проектов выходит именно в таком формате. Тем более вот в таком объеме вещания, да. Ну и, наверное, самое главное, что нам удалось сделать, это вот создать какую-то технологию общения с гостями. Потому что действительно у нас в студии за 2 месяца побывали люди очень разные. И представители разных политических сил, и люди, которые, в общем-то, известны в культурной среде Саратова. И еще очень важно, да, мы, одна из таких важных наших задач внутренних, которые мы перед собой ставили, это, ну, скажем, поскольку у нас открытый канал, мы должны что-то открывать для саратовских зрителей. Вот мы пытаемся открывать для наших интернет-телезрителей неизвестные имена, да. То есть люди, которые чем-то проявили себя в разных аспектах саратской жизни, да. Но они не очень привычны, скажем так, саратскому зрителю, да. И мы про них рассказываем. Мы их тоже приглашаем в эфир. И они тоже, собственно, вот получают возможность здесь высказаться, да. Какие-то свои суждения, какие-то свои идеи и так далее, и тому подобное. Вот темы мы поднимали достаточно острые в это время. И, скажем, вот, наверное, одна из самых интересных тем, это логотип саратовской губернии, да, туристический логотип. И вот у нас был, допустим, гость Никита Музалевский, который собрал достаточно много просмотров. И вот эта тема пользовалась интересом у зрителей. Все-таки по поводу просмотров. Мы пока не можем соперничать с ГТРК, например, да, в связи с тем, что нас смотрят гораздо меньше. Что там говорить? Мы пока со своим дорогим фриньюсом не можем соперничать. Собственно, почему и что делать для того, чтобы смотреть? Ну, здесь очень такой сложный многосоставный вопрос. С одной стороны, я не думаю, что рейтинги ГТРК Саратов, они принципиально, кардинально отличаются от количества нашего просмотра. Просто интернет считает очень жестко, поединично. Как считаются рейтинги на телевидении, мы, в принципе, представляем. То есть, это косвенные методы, они дают только очень относительную картину внимания. При этом, опять же, мы понимаем, что есть вторая кнопка России-1, где вещает ГТРК Саратов. А что касается России-24, то здесь уже намного сложнее, потому что не все кабельные сети транслируют именно саратовский эфир. Поэтому здесь уже, я думаю, что на самом деле просмотров многих передач, скажем, России-24 в цифрах вряд ли чем-то кардинально отличаются от наших цифр. Ну, безусловно. Другое дело, что сама технология интернет-телевидения пока еще непривычна, особенно саратовским зрителям. Понятно, что мы должны постепенно приучать к такой форме просмотра. Все-таки далеко не каждый способен залезть в интернет, нажать на кнопку play для того, чтобы посмотреть вещание и в прямом эфире, или уже в архиве, архивное вещание нашего канала. То есть, к этому надо постепенно приучать зрителей. Я думаю, что рано или поздно люди поймут, что получать информацию из эфирных традиционных наших каналов, в общем-то, смысла никакого нет. Те люди, во всяком случае, которые нам интересны, понимаете? То есть, если там... Те люди, которые смотрят новогодний эфир первого канала, ну, вряд ли они могут быть нашей аудиторией. В серьезном таком масштабе. Ну, аудитория все равно одна у всех. Просто периодически, наверное, разворачивается. Где-то интересно одно, где-то интересно другое. Отсюда у нас только каналов, правда, показывают одно и то же. Все-таки немного про название. Открытый канал. Открытый он тем, что мы говорим обо всем, тем, что к нам гости приходят. А есть какие-то ограничения, есть какие-то стоп-листы. Ничего такого нет. Действительно, открытый канал полностью. Мы свой телефон предлагаем абсолютно для всех желающих. Мы подчеркиваем, что мы готовы отвечать на любые вопросы, которые задают наши зрители. В общем-то, здесь никаких ограничений ни по темам, ни по остроте дискуссии у нас нет. И самое главное, наверное, под этим названием открытого канала скрывается такая задача. Ведь очень многие люди прекрасно понимают, что наше информационное пространство отображает нашу жизнь немножко перевернутой с ног на голову. То есть, есть реальность наша, первичная реальность, в которой живут люди. И есть реальность, которую создают наши официальные телевизионные и вообще медийные ресурсы. Вот одна из наших задач, собственно, открыть эту реальность, настоящую реальность для зрителей. То есть, вернуть информационное пространство с головы на ноги в нормальную позицию, чтобы люди могли действительно видеть то, что реально происходит вокруг нас, в том числе и в Саратове. Пожалуй, одним из самых ярких событий открытого канала в прошлом году была прямая трансляция митинга. Это было впервые в Саратовской области вообще. В России-то, конечно, мы не первые, там и Дождь транслировала, РБК периодически это делает. Тем не менее, огромное количество просмотров, то есть, для начала, для открытого канала очень много просмотров. И видеозапись уже давно порезанная, живет своей жизнью, гуляет, насколько я знаю, в Петербурге ее показывают периодически на разнообразных сайтах. Дальше мы будем показывать в прямом эфире митинги и что-то еще. Или пока это только проба была? Конечно, отчасти это была проба, но мы отрабатываем технологию прямых эфиров из разных точек Саратова. Я думаю, что здесь не только политические мероприятия будут под нашим вниманием, но и другие массовые мероприятия. Может быть, нам удастся, скажем, организовать трансляцию парада. Почему нет? Почему нет? То есть, в данном случае мы же не ограничиваемся теми вещами, которые, скажем, носят характер оппозиционности. Но у нас нет такой задачи. То есть, самое главное нам действительно открывать возможность просмотра самых разных явлений. Но и, безусловно, политические события, о которых не говорят другие каналы, и не показывают, и стараются замалчивать, мы обязательно об этом будем рассказывать. Более того, мы в конце прошлого года такой технический эксперимент уже внедрили. Это прямое включение с гостями по скайпу. Нельзя сказать, что там, бог весть, какая сложная технология. Но, тем не менее, мы ее отработали. Я думаю, что мы будем продолжать эту работу. То есть, у нас теперь есть возможность связываться с людьми из самых разных точек. Не только Саратова, не только страны, но и за границей. Я думаю, что мы здесь в этом смысле будем таким уж точно совершенно открытым каналом с географической точки зрения. Абсолютно. Хорошо. Давайте теперь перейдем к более таким обширным вопросам. История, Франция, Шарли Эпдо. Ваше отношение к истории. Во-первых, наверное, правильно было бы задать вопрос. Вы допускаете публикацию этих карикатур, которые оскорбляют какую-то часть жителей Франции? Вы знаете насчет оскорблений. Только что в новостном блоке прозвучала информация такая трагикомическая, к сожалению. О том, что хозяйка восприняла в качестве оскорбления упавший случайно упавший салат Оливье. И восприняла как оскорбление, и этого обидчика взяла и зарезала. То есть, оскорбить на самом деле может все что угодно. Если на это ориентироваться, то мы придем в такое состояние, что нам вообще нужно будет молчать и не говорить ни о чем. Потому что совершенно разные вещи могут оскорбить совершенно разных людей. Атеиста может оскорбить, например, колокольный звон или звук вообще мечети, службы какой-то мусульманской. Тоже может оскорбить какого-то человека неверующего. И реагировать таким образом, наверное, это просто некоторое... Вообще вся история показывает, что действительно уже до определенной остроты доходит противостояние между западной цивилизацией и не западной цивилизацией. Мусульманской цивилизацией. То есть, вот эта история показывает, что две достаточно многочисленные и обширные группы людей, общности людей, они сейчас потеряли между собой в значительной степени возможности для коммуникации. Потому что одни не понимают других совершенно, язык других, и другие совершенно не понимают, соответственно, оппонентов. Поскольку журналистика, одна из задач журналистики, безусловно, это провокация. Это доведение до абсурда некоторых и до карикатурности именно некоторых обстоятельств жизни, для того, чтобы заставить общество задуматься, заставить общество реагировать на какие-то вещи. К сожалению, без провокации иногда достучаться до... Все-таки мы понимаем, до серой массы равнодушных в большей части людей. Иногда бывает трудно без такого провоцирования. Другое дело, что журналисты, провоцируя, должны быть готовы к неким эксцессам, может быть, не такого масштаба, но, к сожалению, это такая профессия. И мы понимаем, что началась волна. Не только во Франции произошли эти события, начались поджоги редакции в Германии и так далее. Поэтому болезненное событие, которое переворачивает отчасти историю взаимоотношений Европы и мусульманского мира. Скажите, насколько террористы, то есть, вот эти боевики, которые расстреляли редакцию Шарли Гдо, имеют отношение к исламу, на ваш взгляд? Потому что для меня все равно это немножко разные понятия. Есть люди, которые готовы убивать, есть люди, которые просто, допустим, оскорбились, сказали, ну, у вас плохие вы и все. То есть, вот где грань проходит между просто оскорблением и готовностью убивать? Ну, конечно, конечно. Здесь можно сопоставить вот эту нынешнюю ситуацию с крестовыми походами христиан в Средневековье. Что вот были люди, которые были просто верующими христианами, да, и были люди, которые, ну, стремились как бы наказать неверных, да, выступали вот с неким воинствующим, таким вот христианским вероучением. То же самое и здесь, да, есть огромные миллионы людей, да, вот верующих, обращенных в мусульманскую религию. Но боевое крыло мусульман, наверное, именно к религиозности имеет меньше отношения, чем правоверные мусульмане, скажем так. То есть, у них другая задача. У них задача именно отчасти взорвать вот тот хрупкий сложившийся консенсус общественный, который сейчас в Европе существует. То есть, вот они пытаются вот этими, в том числе, террористическими методами, да, вот нарушить такой вот баланс. Вот об этом мы поговорим. Сейчас происходит такой флешмоб, общемировой, где пишут, я Шарли, да, я Шарли. Я так понимаю, что люди-то имеют в виду не то, что они вот в этом журнале работают или работают, а они за какую-то свободу слова, может быть, свободу карикатуры и так далее. Террористический акт – это удары по редакции, которая не нравилась, или это удары вообще по СМИ? Ну, и то, и другое, конечно. То есть, безусловно, это месть конкретной редакции, конкретным людям, которые работали в редакции. Но, кроме этого, это, конечно, еще и знак для остальных, чтобы, вот, ну, каким-то образом запугать, в значительной степени запугать европейцев, да, против высказываний такого рода. И вот здесь уже тоже у нас в информационном блоке прозвучала информация о реакции, допустим, Ходорковского на эти события. Ведь действительно можно по-разному относиться к самим карикатурам. И вообще карикатурная такая, корректуристика, да, журналистика с вот таким, с такой тематикой – это специфическое дело. И не очень многие журналисты этим занимаются. Ну, мы вот помним, допустим, в Советском Союзе был достаточно популярный журнал «Крокодил». Ну, вот, в общем, по сути-то, он был единственным, да, таким вот карикатурным журналом. Но публикация карикатур, к чему, допустим, призывал тот же самый Ходорковский, да, она ведь основана именно на том, чтобы показать террористам, что запугать европейское общество не удастся. Вот это ведь очень важно, потому что террор добивается, на самом деле, того, о чем я сказал – нарушить дисбаланс, нарушить пропорции, запугать. Поэтому… Отсыл в критике, отсыл к каким-то духовным ценностям в какой-то мере происходит и в России. Занаменитая история телеканала «Дождь», которой в программе задали вопрос, нужно было или не нужно задавать Сталинград, после чего появилась огромная волна критики непосредственно канала, его выгнали из кабельных сетей, практически из всех, насколько я знаю. Хорошо ли, что здесь еще никого не убивали? Абсолютно. Но это вот чем-то похожи эти истории или нет? Или все-таки здесь нужно делать… Я думаю, типологически похожи, да. Просто здесь у нас идет давление со стороны власти, со стороны власти, которая считает себя почему-то вне конкуренции. То есть, считает, что она имеет какую-то неконкурентную позицию, которой должны придерживаться все остальные. Что есть какие-то запретные темы, о которых нельзя говорить ни в коем случае. Понятно, что в истории с «Дождем» там есть некоторые превходящие элементы, ну скажем так, некоторой, может быть, надменности журналистов «Дождя», неаккуратности, этической, когда они задавали такой вопрос. Можно было бы к этому действительно с определенной точки зрения придраться. Но ситуация похожая. Просто когда у власти нет ресурсов, грамотных умственных ресурсов для того, чтобы каким-то образом убедить в правоте своей позиции, власть начинает запрещать. Когда у террористов нет ресурсов участвовать в диалоге с оппонентами, они начинают браться за оружие. С гранатометом по карикатурам, извините, это подход-то, конечно. Ну и напоследок я сейчас еще назад вернусь. Сегодня свободные новости опрашивали наших политиков саратовских, депутатов Госдумы, вы слышали, наверное, тоже. Я вам, наверное, те же самые два вопроса задам. Во-первых, насколько этично публиковать вообще карикатуры на религиозные символы, на религиозных персонажей. Тем более, что в исламе запрещена публикация. То есть, вообще рисовать запрещено. И пункт второй, ваше отношение к призыву Ходорковского. Я, в принципе, уже практически ответил на этот вопрос. Я просто хочу, чтобы было понятно и очень лаконично. Я считаю, что пресса в светском государстве имеет практически полную свободу самовыражения. За исключением, наверное, каких-то вещей, которые связаны с защитой частной жизни личности. Мы понимаем, что есть светское государство. Очень много людей с разными взглядами, в том числе религиозными. Если мы будем реагировать на эти взгляды, то мы тогда должны замолчать. Пресса должна просто замолчать. Если она боится оскорбить те или иные чувства. И я думаю, что Михаил Ходорковский в своем призыве прав. Именно по тем параметрам, о которых я уже говорил. Не в том смысле, что все мы должны заняться карикатуристикой. А в том смысле, что мы должны через публикацию этих карикатур действительно показать, что общество не испугалось. Европейское общество не испугалось этих вот атак террористов. Спасибо. Евгений Захаров, шеф-редактор открытого канала у нас в студии. Сейчас у нас небольшая пауза и спор с Андреем Григорьевым. Спасибо. Спасибо.